Всем привет! Мы в районе с вами аквапарка «Морская звезда». Здесь, правда, играет музыка, поэтому я всегда ухожу от музыки. Вообще не люблю музыку. Слухов у меня нету. Пойдемте посмотрим на кассы. Кассы аквапарка. Что, я вам сейчас продиктую ценовую политику. Наличный расчет, взрослый. Держка, можно цены подсмотреть у вас тут? Спасибо. Вот такие цены. Пожалуйста. Спасибо большое. Вот такая ценовая политика. В сам аквапарк я не пойду, конечно же. Нет у меня времени. Но вот горочки могу показать. Вот девочка рассматривает. Все время спрашивает, какой аквапарк лучше. Нет у меня однозначно. Вот эта вот центрифуга мне нравится. Я ее унитаз называю, если честно. Вот такие большие горочки есть. Вот такая вот круговоротка. Вот он общий вид. Есть там кафешка, можно бургерная. Так ничего, мне понравилось. Как-то бывал. Я еще непременно схожу, но не сегодня просто. Все, меня Владислав-то просит. Аквапарк. Сходим, сходим, ребят. Макдональдс, единственный Макдональдс в Лазаревском. У нас один. Бургер Кинга у нас несколько, а вот Макдональдс один. Самый большой дельфинарий в Лазаревском. Или вообще позицирует его как самый большой вообще в России. Вот дельфинарий. Я не знаю, не берусь утверждать. А может не он. А может быть он. Лемурчики какие-то, обезьянки. Всякие пиццы. Помните, я снимал здесь как-то? Когда же это было? Ну, это весной, наверное. Я помню, девушка здесь вот была такая нарисована. Она по-прежнему курит там. Нельзя курить. Она курит. Касса дельфинарий. О, посетение дельфинарий. О, сейчас я попрошу. Извините, можно я сниму цены? Что он сегодня будет делать? Плавать будет. Вот такой вот кусочек. И когда началось представление, он начал рождаться. Вот сейчас в 11 часов, поэтому отменили. Ну, так вот вы слышали во время представления. Родился малюсенький дельфиненок. Ну, наверное, это событие какое-то. Если вот они так рождаются, можно сказать, в неволе. Всякая сувенирная продукция интересная. И, кстати, плавание с дельфинами. Давненько я здесь не был. И не приглашаю, главное. Вот здесь вот дельфинотерапия у нас проходила. Здесь были ролики. Всем, кому интересно, посмотрите. Были. Были. Телефоны контактные. Ну, а я медленно, уверенно. В районе гостиницы Орлеан, так, если не ошибаюсь, называются. Мимо столовой «Морская звезда». Отправляюсь на улицу Победы, где и закончим этот ролик. На улице Победы, я имею в виду. А вот здесь вот, смотрите, размещался госпиталь в Лазаревском. Но, как видите, потихонечку, как бы, этот памятник потерялся. Дорога здесь тоже, кстати, не очень. Вот так вот, потихонечку, потихонечку. Нет его. Ну, точнее, он-то есть, но его незаметно. Ну, то есть, ценности какие-то наши, вот, то ли сдвинулись, может быть, немножечко. А ведь этот памятник должен быть, наверное, быть на каком-нибудь первом месте, я бы так сказал. Чтоб все знали, что это как, где, что здесь было. Но красоты здесь все равно много. Детские горки вот такие вот. Столовая «Морская звезда». Есть такая столовая. Спрашивали меня про нее. Я не мог ничего сказать, так как не знал. Ну, такое ощущение, что она закрыта такая. Нет, в полузакрытом состоянии. Ценовая политика, пожалуйста. Мангал закрыт. Столовая-то работает. Со столовой все отлично. Отель «Двин». Я уже говорил, что в Сочи есть ресторан «Двин». Это отель. Ну, как я уже говорил, хозяин, походу, один все-таки. Не походу, а один. Отличнейший ресторан в Сочи. Он его постоянно показывает по телевизору. Ну, в рекламных целях, естественно, показывает. Но мне понравилось. Здесь строится что-то новое такое, типа аквапарк. Вот лунапарк, где был. В этом году он не работает. Да и в прошлом году он, соответственно, тоже не работал. Делаются какие-то горочки там, что-то там, спуски. Так что я так думаю, что, ребят, на следующий год, вероятнее всего, здесь будет аквапарк. Опять красивые олеандры. И вот здесь вот есть кафе «Каша». Кстати, если вдруг нечаянно прервется этот ролик, то, знаете, сел аккумулятор. Я не миноват. Здесь вот так внутренний дворик кафе «Каша». Такой прям в прямом смысле этого слова. Такой, знаете, домашний. И вот именно в этом кафе, насколько я знаю, есть такая детская зона. То есть, если вы с детьми, то можете сами посидеть, поесть мясо. А дети поскольку каша едет. Шучу, конечно, сами разберетесь без меня. Уютные номера. Евро-стандарт, стоянка, кухня, климат-контроль. Ну, климат-контроль, наверное, сейчас никого не удивишь. Перекур. Перекура сейчас стоя много. А вот кафе «Каша». Суп, салат. Вот такое прикольненькое. Семейное кафе называется. Открыто. Все бургер делают сами. Сто процентов. Там так и написано. Улица Победы. В сторону дельфинария, аквапарка. Здесь и венца можно прикупить, и бутылочного, и такого вот в этих бумажных штуковинах. Экскурсии. Прогулки. Всякие сладости. А там дальше, я помню, было... Вот у всяких сладостей, всяких вкусностей полным-полно. Магнитики тоже. Ну, курортная улица Победы. Самая центральная улица, можно сказать. Зимой она вообще самая-самая центральная. Летом она конкурирует, конечно же, с Калораж и Павлово. Да и социалистическая тоже, сейчас я же говорю вам тоже. Вот, смотрите, чучхелы сколько прям. Прям вообще прям. Руками только не трогайте. Какая хотите. Всяких-всяких разных вкусов, цветов. Светильники из ракушек. Целые произведения искусства. Смотрите, какая красота. Там и пальмочки, и светильнички. Всякие. Можно поснимать там внутри? Спасибо. Смотрите, какая. Это же настоящие ракушки все. Они все включаются, вот такие вот с часами есть, вот классные. Ну, это ничего, хороший подарок, я вам скажу так. Прикольно. Размеры тоже разные, так что придете, посмотрите. И я думаю, найдете для себя какой-нибудь такой вот приятный подарок, который будет вам всю зиму напоминать о море. Смотрите, прям. Красотень. И вот, смотрите. Мидии какие-то здоровые-здоровые. Ну, красиво, интересно такое. Знаете, украсит квартирку, так себе на свечок, тумбочку. Кроме того, сможете вот всякие ракушки, кораллы всякие, вот видите, арабанчики. Всякая красота. В общем, имейте ввиду, Победы 153. Спасибо большое. Вот такой вот. Интересно вот. Что интересно показывать, то и показываю. Но мне интересно было посмотреть на эти ракушечки. Вот сапоги здесь хотел купить, не было сапог. Галина Васильевна все выручила, подсказала, где можно их купить. В пекарне, в булочной Лазарьской, вот видите, уже чуть ли не в очередь там. Ну, там действительно вкусная, свежая, ароматный запах всегда стоит там. Но не пойду, я же худею. Справа, наверху, санаторий Тихий Дон. И я помню, что меня просили прогуляться туда. Ну, аккумулятор, ребята, блин, что-то я не подумавший. Поехал. И надо записать, а то забуду же точно. Ну, а в районе Дельфинария, как вы понимаете, людей всегда много. И поэтому всяких магазинчиков, всяких торговых точек здесь тоже очень-очень много. Так что, если вы приедете сюда прогуляться, это как по Павлову пройти или по Калараш, то же самое. Все, что хотите, всякие сладости, вкусности, все-все-все есть. И экскурсии. Если проголодались, то опять же столовая СМАК. Нет, Макареевич здесь вряд ли бывал. Хотя, кто его знает, просто бывал. Ну, столовая есть-то работает. Тоже шашлыки, шаурма, коктейли молочные. Какие-то взаимосвязанные, как-то странно. Сувлаки, чебуреки. Все здесь прям готовят. Девочки из Африки приезжают сюда тоже. Морепродукты, чучхела. В общем, как написано, шашлычный рай. Кстати, шашлычный рай, про который я вам рассказывал, опять открылся. Днем я сегодня проходил мимо него, прогуливаясь по улице Циолковска. Он был закрыт. А теперь вот приоткрыт слегка. Ну, если честно, там вечером, конечно, большущее скопление народов. Все приходят сюда вечером. Ответы шашлыка нахваливают. Сам, честно говоря, нет, у Руслана, конечно, я был. То есть, у хозяина-то знакомый много лет. Бывал? Ну, не в этой шашлычной, бывал. В этой не бывал. Поэтому сейчас возьму и подойду, пока у меня аккумулятор до конца не сел. Еще есть немножко аппаратистантов. Покажу вам. А, нет, не покажу. Оно-то там все есть, оно все жарится, но оно там, где-то там. Видите, вон там он. Ну, извините, не судьба. Всем пока, ребята. Всем привет из Лазаревского. Кстати, хороший отель Черноморис. Надо будет туда зайти.